очередной прекрасный день горит не косяк а костер пятничное воскресенье часто раз на тебя камеру повернуть меня снимают как я снимаю backstage короче и что сказать у меня почему ты говоришь 170 паундов килограмм да не 150 150 но я еще маленько по посижу и будет меньше да я просто мне мне говорят надо думать о том что ты скидываешь когда сидишь и тогда вес идет в минус мне все советуют в настройках копаться я по-честному сижу копаюсь настроил фейс айди вот посмотрите ловит мой фейс айди или нет я вот перемещаюсь за мной все ловится ну-ка андрюха твой фейс айди поймает ну фокус быстро ловит но это значит функция распознавания лица она в принципе ну да но тут понимаешь что фейс айди мне сказали я его за фейс айди и теперь вроде на меня фокусируется хорошо но будем методом тыка все проверять все-таки основную часть я буду снимать на эту камеру она ту малышку буду снимать там где снимать нельзя или где стесняюсь так ну хорошо ладно у нас в этом видео у ребята завтра завтра все основное будет на встрече мигрантов ребят уберите какой-то наркотик просто я при между тем вместо того чтобы спать убер майк тут говорила про него это типа чемпион по уберу сам в нью-йорке на него много кто ориентируется он делает хорошие деньги фейсбук свой ведет в прямом эфире сейчас вышел фейсбук катается в нью-йорке людей пикапит а я лежу завис и смотрю вот пожалуйста смотрю его в прямом эфире как он там отбивает он клипа ждет что-то говорит не отпускает убери тут паразит такой да да кирилл молодец не игнорирует такие мероприятия хоть и не может но подъехал стоит бизнеса делает пока пойдем с нами побудет чуть-чуть там работать его отправим а кирилл говорит надо перезаписать а то первый добр не очень получился кирюха здорово они все себе подожди да не все себе но точно чуть-чуть ну пойдем хоть немножко да пообщаемся движение головокружения вот здесь я говорю увидишь у меня тут места есть если что сколько человек ляжет здесь а если женщина комфорт если девушек 7 7 и вот здесь еще две сидушки откидываются тогда ты бери вот это да и термос тут чай кукурузу не взял поэтому я не луцки такая возможно эти два мешка с мангалом ой с углем возьмешь ты потянешь один я мощный мощный с виду легких снимешь как я возьму так окей а это что это вода кирилл еще можно вот какой я помочь хорошо что ты приехал хорошо что приехал пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам ума турман знаешь тебе сюда можно сверху лазер прикинуть кузах и лазер сверху прикипить чтобы знаешь можно было целиться чтобы ты понимал что ровно снимаешь это вечером сейчас пока я ровно снимаю вообще все делаю ровный кирилл еще ровно я продуманный на на технологии до продумано пойдем зайдем на это нести производитель не могли что ли нормальные ручки сделать ручек не давай на вытянутых я смонтирую кого-то на вытянутых ребята кто умеет монтировать видео чтобы у меня руки быть они чего не вытянутые вот вытянутые тяжело ну может это поехали кафешки чтобы официантки там были потихонечку уже так народ сходится 15 минут до 2 часов но я думаю что до 4 до 4 будут люди собираться 4 видите фуркат оправдывается почему он без плова рука то сегодня работа вами забежал поздороваться как сама и вот этот мужчина из бразерс вот привет давай на камеру привет привет виктор виктор привет привет ребята вот вот этот человек я сразу да без всякого вступления скажу как называется эта профессия кабельщик кабельщик а типа джон керри да мне просто андрей про тебя рассказывал вчера буквально что ты помогаешь людям в плане кабельщики не только нью-йорк то есть простому ты алексу ребят алексу простому ты да помог устроиться лёха представляешь я своим собственным работодателем советовался от этом москве ерундой занимаешься возвращайся я его говорю да и до сих пор это то есть если человеку в любом штате или какие-то штаты ограничены не в любом но во многих во многих штатах плане кабельщика можешь помочь конечно без проблем обращайтесь да мы но в общем пишите а потом мы как-то уже контактами будем обмениваться потому что я так понимаю сейчас много ссылок надо будет под этим видео оставить и это будет неудобно поэтому чисто так мои ссылки все в описании а там уже потом на людей выйдем ребят смотри так получается китайцы перевели да нет это троллинг из этого из шоу си н н сделать америку здорово снова это да ты си н н шоу смысл но это имеется видушка они троллили китайцев алек болдвин так сказал нет это значит на си н н фрайдей найт есть шоу алек болдвин играет дома для трампа я видел там много разных персонажей том числе и путин и вот у него там есть такая он носит такую кепку вместо make american great again ну потому что трамп это путин спать ну прикольно сделать америку здорово слова это типа что корни трамп спасибо спасибо подписался очень нравится канал спасибо давайте привет может знакомые увидят я не думаю что наши сотрудники не может какие-то старые знакомые может быть просить кто-нибудь да я передаю привет москве хим химкам передаю привет откуда родом оттуда давно здесь в америке в какой сфере работаете войти войти давайте у меня никогда не по моему не было на канале войти кто работает приятно да это такая сложная а целенаправленно войти уже переехали или здесь отучились нет я я работал войти и там а войти здесь нью-йорке а то мы привыкли слышать если айти то обязательно то западное побережье нет здесь много связано с банками все большинство людей которые пришли сюда в нью-йорк они все работают это вы переехали по рабочей визе именно по рабочей визе это вообще редкость до редкость для для русских еще более редкость чем для украинцев для украинцев редкость по сравнению с индусами в основном индусы пиши ну хорошо спасибо позже пообщаемся и дарит асима и спасибо ребят я вот положил термос холодильник вообще это здесь мы все это делать или нет я сначала положил потом думаю у нас от вино термос не знаю но то есть какой-то я должен аккумулировать сюда я не думаю что в этом есть какой-то смысл да тогда мы не будем вот народ посмотри чуть-чуть собирается собирается все больше и больше и больше и больше уже по интересам видите девушки с девушкам там тел сида я слышал филс начинающий сейчас мы тебе подскажем кирилл ты не мог бы своими ямочками на лице так сильно не светить потому что там девушки не могут спокойно усидеть на лавочке бессмертельная исхода да он даже видео же вас да я же смотрю дизы кто его ставит обран полянский поляк да это обран полянский таярьме андрей смотри неугомонно пишет контент а пойду сворую чуть-чуть я тогда опять мимо пройду ссылка на андрея в описании ребят я по-прежнему в этой сфере контентом занимается в общем андрей познавательный информационный контент а у меня развлекательный ямочки убери я убери ямочки вот так стой претензии какие-то предъявляет ему не нравится что я ты мечта ты мне звонишь а я тебе не звоню да и вот мне и поражает тем я потому что сбила и на на мтс не звоню надо у тебя связь дорогая я только с ноги на ноги зоне дети может звонить все же дома вай-фай не вай-фай дороге на дон заходи лайфай вот когда макдональд зайду ты все равно там все время я когда в макдональдсе у тебя в это время кафель в руках ты ответить не можешь ну естественно братам потому что телефон то просто обычный какой-то серьезный дотронуться можно помыть воду ямочки убери смотрите ребят кто-то ходит языком работает кто-то вот что-то как-то ребята время зря не теряют у них уже и кукуруза поспевает и мясо и второй мангал уже задействует да а вот синий мангал его даже еще не открыли сейчас откроем оттуда мышь выбежит все не мангал разжигать миллион подписчиков ты не скажешь 3 мангала разжигали а чем я побегу а какая разница 18 тысячи миллион а ты по ссылочке подобрать типа разжигатели мангалов ссылка в описании разжигает мангалы по нью-йорку мангалы и настроение вот сейчас приехал из сердца а ты откуда вообще ну а ты говоришь приехал в нью-йорк приехал в 2013 эмигрировал из тольятти из россии из россии а ты с российского приехал ну в теннесси да да занимался программой work and travel студентов а сейчас вот короче делал блог только в инстаграме немножко другого формата не видел а фотографии ну да текст так и подогнал стараюсь с мысли это делать делал в инстаграме так ты фонограф а ты что видеооператор что ли получается я так баллы не к человеку не представленного не дала не почему я не прошу ты чё просто наоборот и наоборот давно не давно не давно давно не было компания не а как-то знал то у меня приехал мою квартиру жить я с казахстана вообще в принципе в нью-йорке куда на поляну на это так ладно нам 1 скажи про себя немножко то что рассказать как дела вообще спасибо было очень занимательно нет но ты давно в сша 3 неделя я почти такой же был на первой встрече мигрантов пока у меня третье будет чай крепкий один брать такой вот актер вообще видел как на меня чеченцы наехали было за что говорили что это ты ты-то на меня бы не наехал я как бы я да ты же им слил до информацию я это тоже их . я понял это что я дуя из-за этого и зубер и запомни это тени у нас я я пойму я из этого видишь с уберу ушел на этот на вен сел а там чья территория на дорогах короче там да и на дорогах просто до гастролеры стоят был парк это вообще там меня поражает больше то что твои подписчики многие действительно в это поверили я никого не смутила последняя пуговица застегнутая очки на какие-то левые только это ваш этот факт что вот это все происходит мне не удивил что раз утипурка уберу беру ребята у нас пилс и знаешь где вот смотри сейчас мы пойдем туда в тенсе пообщаемся сейчас надо подсказать он парень начинающий на какие-то вещи андрейные фишки андрюхи фишки пошли в круг сейчас станем будем представляться да то чем как лёха молодец андрюхи помогает молочек пойдемте в круг маленький круг небо вокруг пойдемте пойдемте все пойдемте давай давай идут иду 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 а что минуты тебя пожалуйста подтягивайтесь те которые тоже только пришли потягивайте сюда все это рисунок мальчишки нарисовал мелом на песке пусть всегда будет солнце сколько раз много я же говорил будет человек у нас здесь сколько человек много же не все потянущим да не сейчас 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 много опоздают людей придут к вечеру поближе чтоб солнце не пекло к 8 тут больше ста что я запомню как это было давай говорите о себе что хотите только чтобы люди поняли какие у вас интересы чем вы можете помочь другим хорошо хорошо можно с тебя начать даже не задел видео женики на очень нужный человек он помог действительно очень многим я ему очень благодарен за что он сегодня пришел на пустой ребятам вот я со своей командой приехал молодой да я моя молодая команда вот и если у кого-то есть желание это мы работаем в разных штатах человек из бостона приехал я думаю что я дальше всего из бостона приехал ребят по кабельному все туда здравствуйте меня виктор зовут канал поляк канал поляк из союза тоже собственно ничего интересного и работал в убери работал по перегону машин сейчас на вен сел покататься по америке поснимать америку посмотреть америку потому что за 10 месяцев пребывания нью-йорка понял что нью-йорк не моё надо буду что-то искать спасибо девчонки это крановщик он 70 долларов в час получает пока не получают 7 долларов в час все потихоньку представляются все равно не слышно у андрея на канале там более детально снимается все поэтому андрея я уже говорил ссылка в описании ссылка на андрея в описании а мы будем сейчас все представятся и мы немножечко так будем ходить с людьми разговаривать общаться как положено как положено на канале поляка я говорю мне надо было я вытеку вышел я сказал не то надо было выйти всем привет меня зовут виктор я диетолог по образованию в общем кому по набору или скидки веса подращайтесь ко мне друзья у нас обалдеть у нас есть ребята с двумя саксофонами говорил я это не говорю мы сейчас будем пошли чили чили пошли у нас друг ребята кому надо на праздник саксофон пишите в комментариях два саксофониста через меня скидка давай поехали и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ссылочка на Сашин инстаграм где? Здесь В описании, в ютюбе, в ютюбе, в описании, это в инстаграме здесь Пригласи на танец кого-нибудь Мне нужен контент Только если тебя Хорошо, делаем все два пацаната, два пацаната свой вальс Завтра во всех похожих видео Про радугу Скоро, кстати, гей-парад в Нью-Йорке Давай тему рекламы сделаем гей-парада на Манхэттене На Брайтоне На Брайтоне, да Молодцы, спасибо, ребят, большое Спасибо, спасибо Как самому спортивному Чуваку Виктору Субтитры сделал DimaTorzok Сувениры из России Вот, вы понимаете? Меня самый спортивный кубок И FIFA World Cup Russia 2018 И тарелки Абалдеть Слушайте, спасибо тебе большое Дай я тебе Сейчас я подниму Борисович Спасибо Михаил Борисович? Да, да Ну, она не обработана А-а-а Ребята, кто в Телеграме? Кто в чате Телеграм? Михаил Борисович С твердым знаком на конце Это вот он самый Так Спасибо Слушай, ну Ну, если честно Такие вещи Я однозначно не буду использовать Под то, что... Не, ну это как сувениры Они с галаграммой Все нормально Спасибо тебе большое Ребят, кто в чате Телеграм Чат Поляка Михаил Борисович С твердым знаком на конце С нами там общается Так, а вот он как выглядит Ты же приехал вот буквально, да? Другая неделя Вторая неделя Спасибо тебе большое Подарочки Раша 2018 Это как бы, как ни крути Это ж память Это ж чемпионат мира по футболу Кто болеет за футбол? А кто верит в российскую сборную вообще? Есть люди, которые в российскую сборную верят? Я не один из тех Я Саню Овечкина верил Вашингтон взял кубок Стэнли Через 13 лет 13 лет парень шел к этому 13 лет шел парень к этому 13 Вы можете... Я Грекарте шел 8 лет А он 13 лет шел кубка Стэнли Вы можете себе выобразить? Можете представить себе? Я Шершеля Фам включу Давай, Кир, спасибо тебе, что побывал с нами Пока, пока И вот тут Шершеля Фам играет Пока Бабаши рукой вот так Давай Уходи Не, не возвращайся Уходи Уходи Дубль мне сломал Я не знаю Здравствуйте Я бы не стал Привет Я Вот, точно Слушай А ты можешь вот так Приятного аппетита Не надо меня снимать Да я не снимаю Я это вырежу Убери, пожалуйста Я вырежу Убери, пожалуйста Да я убрал уже У меня современный папарацци У меня просто привычка Такая камера И так держать Она выключена Как это Скажи вот так Солнцем Лёлик Я тебя люблю Но замуж не пойду Ты скажешь Солнцем А, кстати Друзья Меня вот тут Проверяли на польский язык Я сказал, что не знаю А Сати знает Нет Да я не снимаю Ну ты просто не ешь в это время И всё Нет Ты из Полтавы А она просто польский знает Пожалуйста Да я Сашу снимаю Как она персиков кусает У нас получилось Один такой момент имеем Правильно я вижу? Да, имеем момент Или момент нас Один момент имеем Мы спустились вот на такое место Здесь уточки Давай, давай, давай Смотри, они вообще не боятся Дальше я не пойду Маленькая уточка Смотрите, какая баллась Уточка-ребенок Он решил у них снять интервью Да Подскажите, вы давно в Америке? Уже прилетели Женщина, вы в Америке давно? Вы каким образом сюда попали? Как им удается оставаться в такой хорошей форме? Да, видно же, она по Брайтону бегает Извините, вы по Брайтону часто Вы в ресторане Татьяна бывали? Ты же сказал смотреть туда Нет, поздороваться на камеру Виктор Никита Привет Ребят, с Никитой Вот у нас Никита здесь Фурор такой небольшой произвел Можно так сказать? Я ничего не делал Представляете, он ничего не делал А произвел фурор Нет, на самом деле Никита Я не буду говорить вот эти все термины Давайте ты сам расскажешь просто нам А камера вот здесь в стороночке побудет И все Не, по поводу пилота Просто Вот, вот смотри Я обращу внимание Вот ему так Компании Я думаю, что кто не слышал историю Тоже интересно будет Ты пилот гражданской авиации? Да А куда приехал? Из России, из Москвы В Москве? Там работал? Пилотом нет Нет? Нет А, ну то есть получается Ты приехал в абсолютно другой профессии, да? Да И здесь решил попробовать себя Именно в пилоте Пилоте Решил научиться Решил научиться именно Стать пилотом Стать пилотом Да А Вагиф, кстати Вагиф у нас был героем уже видео не раз Да Или раз Ну, после пилоте не считается Постоянные зрители, да, знают У тебя тоже были вопросы, кстати По этому поводу Да, ну вопросы были У Никиты спросил Кстати, из Бако, Азербайджан Очень приятно Кое-что узнал Дай бог Мы эту тему потом порешим А нет Окей Окей Ты пришел Нашел Школу Или как это называется Где выучиться, да? На пилотах Да Здесь 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 вообще одно время Было очень много русских Училось Потому что Ну, в определенных событиях Росавиация Как бы Принимала Американские пилоты Вообще Ну, европейские Американские пилотские И Здесь училось Во время Очень много русских людей Ну, русскоговорящих Вот Чтобы потом В общем-то Летать в Россию А, именно здесь Пройти обучение А летать уже там, да? Да, пилотские Стартовали отсюда Да, так сказать Налеты Там Пускай Все остальное Расскажи Сколько стоило обучение? Сколько месяцев Оно происходило? Ну Я уложился в 9 месяцев И 38 тысяч Это Только обучение Без Без проживания Без еды 38 тысяч долларов За 9 месяцев, да? Да, это то, что я потратил Именно на летную школу А где это? В Нью-Йорке или где? В Пенсильвании В Пенсильвании? Да, не понимаю А какая-то база вообще нужна? Или может человек Вообще со стороны То есть человек, допустим Работал Аниматором Где-нибудь в Сочи В костюме Гуфи ходил И тут неожиданно может Или база нужна? Никаких требований Для обучения нету Единственное Нужен английский язык Ну, как бы А он у тебя был, да? Да Еще и физподготовка Пройти Комиссию Да нет, нет Там Нет, просто ты Ну, как бы Здесь намного гуманнее Медицинские требования По медицине Вот Никаких Абсолютно? Вообще Ну, то есть Ты можешь быть пилотом Грубо говоря Из Нью-Йорка? Тебе нужно Чтобы тебе было больше Чем, по-моему 18 лет Если я не ошибаюсь Вот Я не уверен Мне было просто За 18 уже давно По возрасту По максимуму возраста Нету ограничений Если ты по медицине проходишь Сколько бы тебе не было А по поводу То есть А вот Я слышал Что ты сейчас Когда мы представлялись Друг друга Ты сказал Что прошел интервью На Американ Аэрлайнс Да? Да На компанию Которая работает Под флагом Американ Аэрлайнс То есть Они летают на На три главных Три Ну как бы На Дельту Юнайтед И Американ Аэрлайнс И на какой стадии? Они Ну я прошу Я уже все То есть Как бы сейчас Они ждут меня Когда я им скажу Когда я готов Идти в класс Учиться на новый самолет Тип, да? Допуск получать Да Это получается На новый самолет То есть Конкретную модель самолета То есть Тебе дадут допуск На конкретную модель самолета Да? И уже Внутри рейса Получается внутри стороны, да? Нет Внешне тоже А здесь нет такого разделения А у тебя грин карта или То есть Именно по грин карте Это все можно делать То есть По сути вопрос Смотри По этапам Если четко и кратко Легализация в США 30 там сколько там 8 тысяч на обучение 9 месяцев И пожалуйста Дальше уже Проходишь интервью Я точно знаю Что на это Под это дело Под обучение Дают кредиты Но я не знаю Как, где, сколько Какие условия Ничего не знаю Надо все Проверить все Ну это здорово Да Слушай, а мне вот интересно Ты микрофон не зажимаешь? Я ветер Я ветер Такого Закрываю С чего нужно начинать Когда ты захотел отстать Ну при условии Что ты легально В Америке То есть Связываешься с летной школой И они тебе Скажут Ну Какие пошаговые шаги Первая Летная школа Потом Ты по логике Должен Примерно Либо в это же время Одновременно Либо сразу После того Как летная школа Тебя сразу Отправят к врачу Получить Медицинский сертификат Пилотский Если вопросов нету Ну Здесь намного Мягче требования По медицине Прямо Это вообще То есть Ты у врача Проводишь 30 минут Он с тобой Разговаривает Проверяет зрение Сдаешь Наркотики Анализ Прямо там же Все в течение Получаса Получаешь Медицинский сертификат Если Больше 40 лет Тебе делают Кардиограмму И после этого В принципе Ты можешь Ну то есть Ты идешь дальше Обратно в школу Там они заполняют Бумаги Отправляют Откатывают Твои отпечатки пальцев Отправляют тебя Точнее Это не в летной школе Просто отправляют В определенное Там место Тебя откатывают Отпечатки пальцев Тебя проверяет ФБР Там куча всех Тебя проверяет И после этого В принципе Ты можешь В любой момент Который Ты получаешь Клиренс Разрешения ФБИ Ну да Короче От ФАИ Кто это дает Своя служба Да То есть Ты можешь Ити учиться И прямо Начинать летать То есть Юридически Ты не можешь Подняться В воздух Даже В качестве Студенции Пока у тебя нет Клиренса Ты можешь Учить теорию Что-то Читать Но Само обучение Не может Начаться Пока у тебя нет Окей Ты же примерно Знаешь Примерные заработки Пилотов Которые Чем Скажем так Чем меньше у тебя Опыта А опыт у пилотов Выражается В часах налета Чем меньше у тебя Часов налета Тем меньше денег В среднем В среднем Сколько нужно Моя первая работа Была По-моему 27 тысяч В год Это очень мало Это вторым Или третьим Или как Нет Ты летаешь Командиром На маленьком Четырехместном Самолете С этим маленьким Я не знаю Я лично возил Я сначала бросал Паршютистов Потом я Летал на Марианских Островах Возил туристов Ой Сначала я бросал Паршютистов Потом я Увозил туристов Главное не перепутать Не бросал Паршютистов Бросал туристов Бросал туристов Короче Вот То есть Первая работа Мне платили Там что-то 20 долларов За взлет Это с паршютистами Таких взлетов В день могло быть 16-18 Вот Потом мне платили Уже 27 год Но я там работал 8 месяцев На островах На Марианских Я летал Там жарко Там тропики Там невыносимо просто Вот А после этого Я переехал уже В Нью-Джерси И там где-то Зарплата уже Ну повыше уже стали Ну а вообще Пилоты в среднем Которые имеют Какие-то там Я не знаю Как в часах Это измеряется Но которые уже Грубо летают 3-4 года Вообще на что рассчитывать Командиры не получают Меньше 80-90 тысяч В год То есть даже Если ты командир На небольшом Там турбовинтовом Самолете Одномоторном Это как бы Это после налога Это до налога Здесь все зарплаты До налога То есть Ты получаешь Где-то Порядка 80-х Минимум Самое А если это Международные рейсы Какие-то Дальние Международные Дальние Там от сотки Уже начинается Угу Надо дойти до этого 12 тысяч В месяц Получается Так скажем Ну это если Уже мы поговорим Ну что мы можем сказать Удачи Удачи пожелать У нас Вопрос За удачу Спасибо тебе Пожалуйста Чистое небо Иначе А по поводу Курса По поводу вертолета По поводу вертолета Та же процедуала Наверное Стоит дороже Точно знаю По деньгам Мне вертолеты Просто неинтересны Просто потому что Летают невысоко Недалеко Единственный плюс Этот вертикальный Взлет Посадка Никита Это женат Женат Нет А правда Как ты Относишься к тому Что Короче Я знаю Лично Несколько девчонок Бортпроводниц И у них есть Внутри Такое соревнование Кто первый Переспит с пилотом У нас нет Бортпроводниц Как нет В гражданской авиации Мы в корне Решили эту проблему У нас нет Бортпроводниц Просто имей ввиду И все Я просто так Между срок Сказал и все Они все равно В облашу Так работает У них Отдел Который Пошел отбил И славит Быстрее Потом Пошел отбил Пошел отбил Минутки 3 Уже стоим Снимаем Так скромнее Ребят Таким образом У нас все происходит Пока Люди разделились По интересам Кто-то Уто кормит Кто-то Разговаривает Про гражданскую Авиацию Вот так Это все Выглядит Со стороны Я максимально Стараюсь Передать Присутствие Чтобы вам Чтобы вы Почувствовали Что вы Находитесь с нами Ну и мы продолжаем 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 Друзья Вот собственный Человек Который нам На саксофоне Исполнял Сегодня Такие вещи Привет Слава А где Твой напарник У Мангала Ладно У Мангала Мы его отвлекать Не будем Расскажи Сколько ты в США Сколько Играешь на саксофоне Мы приехали в США Устроились Практически Через месяц На работу Играю на саксофоне В разных караоке В клубах В ресторанах Свадьбах Юбилеях На улице пока не играл В метро не играл Но Но надо попробовать Это опыт Но летел сюда Думал что буду На мувинге работать Таскать мешки Но Супа мне дала такую шанс Но тебе помогает Саксофон Оправдать Аренду Оправдать Даже больше Даже больше Музыка Все таки здесь Я думал Что тут конкуренция Большая И все таки Америка Но Бруклин Он меня принял Я завоевал Завоевал Бруклин Первый месяц Точно Болонцы Я тебе просто хочу Вам большое спасибо Сказать Что вы нас Разбавили Нашу встречу музыкой Мы еще поиграем Еще поиграют Сейчас Давай что то такое Знаешь Чтобы На слуху были мелодии Чтобы народ Немножечко взбодрился Потому что у нас Посмотрите Все на свои темы Все Все Что то у каждого Мы сейчас разбавим народ Да И давай разбавим Может быть Джексоном Какими то Джексоном Популярно Мы играем только популярные вещи Я пришел сегодня с Никитой Он приехал две недели назад В Америку И он тоже саксофонист Он мне написал Я спрашивал Как здесь устроиться Саксофонисту Тут большая конкуренция Может быть тут мало зарабатывать Я ему рассказал все Он рад И я скоро лечу в Москву И ему передаю свои места работы И он в шоколаде А он уедет туда Я уеду туда И ему даю эти места Ну ты вернешь Я вернусь просто Я даю Он мне заменяет Потом он все забирает обратно Молодцы Молодцы Спасибо вам еще раз Что пришли Что разбавили нашу компанию музыкой Да Подписывайтесь Лайки там Куда Как обычно У тебя есть что-то куда подписываться Пока нет Но я про тебя говорю Окей Окей Спасибо Рано или поздно Музыкальный канал из Нью-Йорка Есть перспективы Как будет строиться Карьера музыкального людей здесь Ну мы еще встретимся Мы еще встретимся Мне просто интересно Насколько вот оно Друзья Юра перекисывает У меня Пассажирский Говорить Да я даже на тебя камеру не понимаю Камеру наделся наручники Меня боятся Девчонки меня уже боятся У нас такой был пилот интересный Блин Ты можешь просто не обращать Внимание на камеру Ты просто интересную историю рассказываешь Люди должны это видеть Ой, еще и вот это Ну я не люблю Окей Давай Окей Давай Короче, она расскажет А я же сижу Вот меня можешь снимать Я Юру снимаю А ты рассказывай Вот мне там три дня Тема ушла Короче Ну ладно Ну давай Ну я Юрку снимаю А ты рассказывай Да ты говорила Когда я летела Я летела сюда Значит Там в самолете Был прикольный пилот Который Что-то Ну интересно, как он не был Нет, он с нами всю дорогу шутки пишет Реально И вот там Я тоже весил Он всю дорогу Разговаривал Ну с пассажирами Понятно Сам себе отвечал Сам шутил Сам смеял Нормально Нормально Погромкой связи Ты знаешь, что говорю Привет Всем привет Нежданчик справа Ребята, я что говорю После У Андрея И у тебя на канале Выходили видео По поводу налогов И жилет твоего А у него только Я у себя даже не знаю Юра вообще у себя канал забросил Ну мало, да Мне просто некуда И по налогам Я говорю, Юр, после того, как я услышал на канале Андрея Налоги По налогам Сколько стоят налоги Я, блядь, сформулировать даже не могу Короче, по налогам Сколько стоят налоги на недвижимость в Нью-Джерси Я говорю, Юр, я после твоего видео с Андреем Перестал вообще хотеть И думать в принципе О налогах О, не налогах А покупки недвижимости в Нью-Джерси Спасибо А покупки недвижимости в Нью-Джерси Да, да, вот об этом не представляете И теперь я поеду как водитель этого автобусика кататься по Техасу Ну и там мы будем с вами смотреть Выслушивать мнения жителей Техаса, Калифорнии и других штатов По поводу их недвижимости Ты, может, что-то предскажешь, нет? Да нет, будем смотреть Будем наблюдать У меня тут так получилось Говорит, Вить, привет Я твой канал смотрю вообще постоянно А где жена с ребенком Смотря на то, что в январе мы развелись и они уехали Нет, я это, кстати, видел Я в курсе как раз таки Ну, ты не понимаешь, я так понимаю Нет Я-то это посмотрел Я в курсе Я просто даже не начинаю разговор об этом Потому что, ну, зачем это все Ну, я в курсе Да, Юра, вы же знаете, что Юра Если разговорный счет придется в политику В отношении Украина, Россия, США Великобритания, Голландия И у нас разговор вообще пойдет не в то русло Хорошо Друзья У нас одно из последних включений Нашего видео Я просто включился показать, что мы едем на вот таком большом микроавтобусе У нас здесь нету сидений Сидений у нас только вот сбоку Я чувствую себя блак пассажиром в Убере Это блэк, наверное, да? Что-то такое Да, еще есть музыка Самое интересное, вы посмотрите Девушка управляет этим автобусом Вы можете себе представить? У нас только легком управлении Нет, ну я поражен Я поражен Все же, знаешь, я же сужу из своего личного опыта У меня такого опыта не было Поэтому береги ее Я научил уж Чтобы было легче Слушай, а тебе нравится ехать на нем? Да Или ты бы быстрее вышла бы из него? Нет, нравится Нравится? Да Класс Друзья, спасибо, кто досмотрел это видео до конца Оно было, наверное, не коротким Оно было длинным Таким образом, приблизительно у нас прошла встреча иммигрантов В июне 2018 года С Андреем поговорили У него на канале будет все подробнее И в сентябре планируем встречу повторить Может быть, в каком-то другом формате Может быть, пригласим Наталью Гулькину Или Наташу Витвицкую посмотрим Но, во всяком случае, большое спасибо ребятам Кто нам саксофоном сегодня разбавил это Братик Да, молодцы Прямо они разбавили Потому что все разбились по группам Все общались И все-таки саксофон как-то людей обратно сводил друг с другом Всем спасибо Сейчас выскакивает подписка на канал Другие видео с канала Кому интересно Переходите И до следующих встреч, до следующих видео Пока-пока Помашите ребят нам ручкой Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok